Как называть человека с инвалидностью? Как предложить ему помощь? Могут ли незрячие смотреть, а колясочники идти? Можно ли спросить причину болезни? Ответы на неудобные вопросы в программе «Социальный ответ». Аню Цибину парализовала 8 месяцев. Врачи поставили диагноз ДЦП. Ей пришлось пережить десятки операций. Иногда она может встать на костыли, но в основном передвигается на инвалидной коляске. Мне казалось, что если я сейчас какое-нибудь движение сделаю, то из-за боязни собственного роста я просто упаду, и меня будут забирать по кусочкам. Сергей Семенов был военным офицером, но накануне 45-летия повредил позвоночник и лишился возможности ходить. Когда выписывался, выходил из реанимации, мне начальник коммуникационного центра сказал, что готовь руки, на ноги не встанешь. Елена Сиденко в 20 лет попала в аварию и чудом выжила. Правда, навсегда осталась прикованной к коляске. Ну вот с этого момента, в следующем году уже будет ровно 20 лет прошло, как со дня травмы, по крайней мере, живу. Люди оказываются в инвалидном кресле по разным причинам. Болезнь, травма, некоторые рождаются без возможности ходить. Принять себя и свое новое положение – на это уходит много времени. Но не всю работу можно сделать самостоятельным. Толкайся, умница. Ладони сильные. Всем, кто оказался в трудном положении, необходима помощь. Для начала – государственная. Пособия, льготы, компенсации и другие меры социальной поддержки, которые получают все люди с инвалидностью, независимо от заболевания. А также специальные, которые необходимы именно человеку с нарушением опорно-двигательного аппарата. Для инвалидов, передвигающихся на колясках, предусмотрена поддержка в виде обеспечения специальными средствами реабилитации, колясками. В связи с тем, что имеются особенности в передвижении, для такой категории должны быть созданы необходимые условия для доступа к инфраструктуре и в том числе к транспортным средствам. Кроме поддержки, которая предусмотрена на государственном уровне, безусловно, очень важно участие в жизни людей с инвалидностью, передвигающихся на колясках, простых граждан. Неравнодушие и готовность помочь хороши сами по себе. Но есть несколько правил, которые сделают общение с человеком на коляске комфортным и приятным и уберут возможную неловкость. Прежде чем рассуждать о том, как устранить социальные барьеры, необходимо позаботиться о барьерах физических. И сразу первое правило общения с людьми с нарушением опорно-двигательного аппарата. Назначаем встречу, назначайте только там, где точно есть доступная среда. Ну или позаботьтесь о том, чтобы устранить препятствия самостоятельно. Второе правило – всегда открывайте дверь перед человеком на коляске. Разобраться в остальных правилах, которые помогут сделать общение с людьми с инвалидностью комфортнее для обеих сторон, нам поможет Анна Цибина. Ее мы пригласили в студию телеканала «Хабаровск». Аня, привет! Привет! Правило номер три – обращайтесь к человеку на инвалидном кресле только когда находитесь напротив него. Ему непросто развернуться в вашу сторону, он маломобилен. Аня, насколько ты себя чувствуешь мобильной, находясь на инвалидной коляске? Я себя чувствую абсолютно мобильной, но это относится не ко всем людям на колясках, поскольку не все люди могут правильно повернуться, посмотреть. Для кого-то это сложно, потому что у них стоят специальные конструкции в спинах или не двигаются шеи. Четвертое правило. При беседе с человеком на коляске необходимо, чтобы ваши взгляды находились на одной линии, поэтому при длительном разговоре стоит сесть. Аня, насколько это важно – садиться во время разговора с человеком на коляске? Если беседа длительная, то лучше всего сесть на уровень взгляда, поскольку это делает вас равными с собеседниками, дает возможность видеть человека, установить зрительный контакт. И получается, если человек говорит с тобой стоя, а ты при этом на коляске, то помимо того, что ты физически не можешь иногда задрать голову, это еще и психологически давит на человека, поскольку тот, кто стоит, всегда доминирует. Такая психологическая причина, да. Ну и насколько я понимаю, что некоторым людям просто физически тяжело смотреть наверх долго. Да, некоторые просто это физически не могут, а сказать об этом немножко стесняются. Поэтому очень важно просто взять стульчик и присесть. При этом некоторые делают такое, что садятся на корточки. Это тоже не вариант, потому что ты принижаешь себя перед человеком. Это тоже иногда дискомфортно. Максимально возможно, если есть возможность взять стул и сесть на один уровень, то это будет максимально удобная позиция как для человека на коляске, так и для того человека, кто с ним разговаривает. Анна, спасибо. Пойдем в студию. Пойдем. Тебе помочь? Спасибо, я сама. Человек с инвалидностью может отказаться от вашей помощи. С некоторыми препятствиями на пути он может справиться сам. Поэтому важно спрашивать, нужно ли ему помочь. И что еще более важно, нельзя опираться на коляску без спроса начинать ее катить и вообще лучше ее не трогать без необходимости. Это правило номер пять. Аня, а как человек с инвалидностью относится к своей коляске? Почему ее лучше все-таки не трогать без спроса? На самом деле для колясочника коляска – это не просто средство передвижения, это наши ноги, это продолжение нашего тела. И очень важно, чтобы она всегда была исправна, всегда нас слушалась и не подводила. Очень часто мы их несколько раз за жизнь ремонтируем, сохраняем, пытаемся беречь. И стоимость коляски иногда выше, чем стоимость хорошего автомобиля. Человек, однажды купив эту коляску, бережет ее всю жизнь. То есть ты имеешь в виду, что прикоснувшись к ней, можно что-то навредить? А дело в том, что вы же не знаете, что в этой коляске, возможно, сломано. И каким образом оно к ней привинчено обратно, или присоединено, или даже приклеено. Да, такое может быть. И, допустим, желая помочь, вы можете дернуть за какую-нибудь ручку, та отвалится, или попробовать выдернуть даже колесо, которое потом обратно не встанет. И тем самым человек лишается возможности передвижения. Пойдем продолжим разговор в студии. Пошли. Правило 6. Не кидайтесь сразу поднимать то, что уронил человек на коляске. Не каждому это будет приятно. Нашей Ане самой поднимать предметы не очень удобно. Девушке мешает ее заболевание, ДЦП. Но многие могут справиться с такой задачей сами. Аня, почему не нужно сразу бросаться помогать? Потому что даже если человек на коляске, это не значит, что он чего-то не может. Есть все равно тот ряд действий, которые человек может выполнять, даже находясь в коляске. И для него, для нас, я бы сказала, да, это своего рода самостоятельность. Пускай ограниченная, но самостоятельность. Это наша уверенность в себе. И если бросаться на каждый шаг помогать, то это лишает нас уверенности и веры в свои силы. Аня, а как называть человека с нарушением опорно-двигательного аппарата? Человек с инвалидностью, инвалид, колясочник, человек на инвалидной коляске. Как будет корректно? Вообще это все индивидуально. Лично для меня без разницы, как вы меня назовете. Но для многих людей обидно слышать слово инвалид, обидно слышать слово колясочник и другие разные слова. Я думаю, что прежде всего важно сказать человек с инвалидностью, с ограниченными возможностями. Не важно, что вы дальше скажете после слова человек. Потому что слово человек – это главное. А потом уже какой он – это вторично. Навешиваем правильные ярлыки, говорим про человека прежде всего. Аня, а можно при общении с человеком, который передвигается на инвалидной коляске, использовать специальные глаголы, такие как «пошли», «пойдем» или «нужно только куда-то ехать звать его», «заезжать просить»? Нет, можно использовать обычные глаголы «пойдем». Поскольку колеса – это наше продолжение ног. Я об этом уже ранее говорила. Это наши ноги. Поэтому мы на коляске идем, заходим, а не подъезжаем и едем. То есть это органично, когда мы в речи используем? Абсолютно. Какие-то бывали у тебя неловкие ситуации при общении с условно здоровыми людьми? Неловкие ситуации бывали только тогда, когда со мной могут разговаривать через третье лицо. Если рядом стоит сопровождающий, очень часто говорят с ним или с ней. Это происходит инстинктивно, потому что я так думаю, что человек устанавливает контакт зрительный с тем, кто на уровне его глаз и начинает разговаривать. Поставьте ее, скажите ей, она должна… Хотя этот человек, по сути, должен говорить со мной. И очень часто сопровождение даже не в курсе той проблемы, с которой я пришла куда-либо. У тебя такое было? У меня такое было. Расскажи о каких-то таких ситуациях, которые бы ты не хотела, чтобы они повторились. Такое было, когда иногда таксист может помогать зайти в помещение, когда, допустим, приехала в тот же самый магазин, да, купить что-то. Я уже не помню, что я покупала в магазине, но мне помогал, держал дверь таксист. Очень хороший молодой человек, и я при этом заходила на инвалидные коляски. И продавец инстинктивно обратился к нему, хотя речь его была адресована мне. Это было неприятно, но мне бы очень хотелось, чтобы люди, когда они встречают человека на коляске, помнили, что он тоже вполне себе способен разговаривать. В случае, когда он не способен разговаривать, у него есть сопровождение, которое вас об этом предупредит. О чем поговорить с человеком в инвалидном кресле? Какие темы входят в поле его интересов? Может быть, о чем-то упоминать просто некорректно? Попробуем разобраться на примере Анны Цибиной. Мы подготовили про нее видеоматериал. Редко кому удается еще в детстве понять, чем ты хочешь заниматься. Анне Цибиной повезло. В средней школе она увлеклась английским языком, в совершенстве его изучила и по общему конкурсу поступила в педагогический институт на переводчика. Сейчас Анна работает частным репетитором. В ее карьере было многое. Преподавание в частной школе, работа личным переводчиком Ника Вуйчича и Дэвида Гудмана в России. Знание языка и активное отношение к жизни дали ей возможность путешествовать. Анна побывала в Новой Зеландии, Австралии и многих городах Китая. Недавно Аня вышла на новый уровень. Два года назад она открыла некоммерческую организацию и помогает людям на колясках жить интересно. Чтобы работа руководителем была эффективна, Аня снова стала студенткой. Поступила на юридический. Поговорить с Аней можно о многом. О педагогике, английском языке и английской культуре. О путешествиях по всему миру и России. А также о том, каково это быть руководителем. И, конечно, о студенческих проблемах. Как и со многими другими людьми. Аня, а можно спросить у тебя о причине твоей инвалидности? Насколько приятно тебе отвечать на такие вопросы? Этот вопрос вполне естественный. Я понимаю, что он возникает у людей очень часто. Но я бы советовала не задавать его сразу при встрече и при первом знакомстве. Потому что для многих эта тема болезни, насколько бы времени с момента ее возникновения не прошло. Для кого-то это прям свежая рана, которую трогать еще нельзя. Просто такой вопрос вполне естественный и нормально спросить и узнать. Но не при первой встрече. То есть когда уже долгое общение, когда вы стали друзьями. Налажен личный контакт. Когда ты уже знаешь человека, ты можешь его спросить. И он может тебе открыться и рассказать. Ну и самый важный у нас вопрос остался. Это как определить, что человеку на коляске нужна помощь? В каких ситуациях она нужна всегда? Вот на что обращать условно здоровым людям, если они видят человека с инвалидностью? Когда она нужна всегда? Всегда. Всегда она нужна перед дверьми, перед бордюрами, перед высокими порогами. И там, где вы видите стопроцентно, что человек на коляске не в состоянии преодолеть, например, лестницу или другие преграды. Но лучше всего даже в этой ситуации просто задать вопрос. Чем я могу помочь? И задать вопрос и обязательно услышать ответ. Потому что человек на коляске очень четко знает, чем вы ему можете помочь в той или иной ситуации. Не бросаться сразу помогать, а выслушать, чем конкретно помочь. Потому что вы очень часто услышите четкую инструкцию ваших действий. И ваша помощь действительно будет очень полезна. Итак, мы сформулировали 10 основных правил общения с людьми, которые передвигаются на инвалидных колясках. Встречу назначайте там, где есть доступная среда, или создайте ее сами. Всегда стоит открывать дверь перед человеком на коляске. При разговоре необходимо находиться напротив него. При беседе лучше сесть, чтобы ваши глаза находились на одной линии. Нельзя трогать инвалидную коляску без разрешения и рекомендаций ее владельца. Не стоит сразу поднимать то, что уронил человек на коляске. Человека с нарушением опорно-двигательного аппарата корректно называть «человек с инвалидностью» и «человек на коляске». При разговоре с ним можно использовать глаголы «пойдем» и «заходи». При общении всегда обращайтесь к человеку на коляске, а не к его сопровождающему. При первой встрече не стоит спрашивать о причине инвалидности. Эти правила помогут сделать общение удобным и комфортным для обеих сторон. Но все-таки главное – это просто внимание и доброе отношение к друг другу. А как именно помочь и насколько уместен вопрос – это всегда можно вежливо уточнить. В следующем выпуске программы «Социальный ответ» мы расскажем о том, как общаться с людьми с ментальными нарушениями, синдромом Дауна, аутизмом и умственной отсталостью. С теми, кто воспринимает мир иначе, чем большинство из нас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok